Значит, я не буду объяснять много за положение, я думаю, что вы сами, здесь по-русски написано, вы сами дома все это прочитаете, вот, и надеюсь, что вы не будете рисковать. Знаете, ну, слишком дешево стоит, чтобы так рисковать, чтобы этим не воспользоваться, вот, это слишком дешево, это стоит копейки, абсолютно, вот, давайте все вступим, чтобы нам не было никаких, ну, неприятностей, дискомфорта, вот, а сейчас меня попросили, чтобы я пригласил к сбору, но уже времени нету говорить. Давайте мы все встанем на ноги, я прочитаю 18 и 19 стих первого послания Тимофею, мы будем делать материальный сбор, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Да благословит нас Господь, молимся! Субтитры создавал DimaTorzok Ты влечешь меня, Господь, любовью, как бы далеко я не ушла. Я иду к тебе сердечной болью, ты источник света и тепла. И в своем отцовском снисхождении ты меня прощаешь вновь и вновь. И каким бы ни было паденье, все ж меня влечет твоя любовь. И каким бы ни было паденье, все ж меня влечет твоя любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты меня прощаешь вновь и вновь. И я знаю, что ко мне ты близко, потому что друга лучше нет. Ты влечешь меня, Господь, любовью, как бы далеко я не ушла. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Посмотрите на полевые лилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которую сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Коль ми пачи вас, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о Своем. Довольно для каждого дня заботы своей. Иисус говорит, не заботьтесь и не переживайте. Я верю, что эта проблема, она не только в наше время. Сегодня во многих сердцах есть как раз-таки эта забота, это переживание, эти страхи. Что завтра покушать, во что одеться. И я верю, что эти проблемы, они не только нашего времени. Они были во все времена, во все поколения. И в то время, когда Иисус был на земле, то же самое Иисус видел в сердцах людей. Потому что мы люди, и мы живем на этой земле. И хотим мы этого или не хотим, но к нам приходят эти мысли, как позаботиться о своей семье. Что нам покушать, во что одеться, где мы будем жить. И поэтому, когда Иисус, Он увидел это в сердцах людей, Он даровал им это учение. Через это учение, Он хотел принести в сердцах людей, а особенно в сердцах Своих учеников, именно покой и мир. Через это учение, Он хотел, чтобы в сердцах учеников просто родилось доверие Своему Небесному Отцу. И поэтому первое, на что Он показывает, Он показывает на растительный мир. Он показывает на цветы. Второе, Он показывает на животный мир. Он показывает на птиц. Он говорит, посмотрите на этот растительный мир, посмотрите на этот животный мир. Отец Небесный ваш, Он заботится о них. И действительно, когда мы смотрим на эту природу, то мы видим, что беззаботно трава растет, беззаботно цветы растут и беззаботно птицы летают. Такое ощущение, что когда смотришь в эту природу, когда куда-то выезжаешь за город, на эту речку, на эти поля, на эти деревья, когда смотришь на этих птиц, на этих животных, то кажется, как будто оно умиротверено. Кажется, как будто все пропитано миром и покоем. И порой бывает, заглянешь в свое сердце, и бывает большая разница. Иногда сердце учащенно бьется, какие-то переживания, какие-то проблемы, и вдруг посмотришь на эту природу, о том, все умиротворенно, все спокойно. Почему? Потому что псалмопевец говорит, это Псалом 146, 8 и 9 стих. Он покрывает небо облаками, приготавливает для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Именно животный мир, они, оказывается, знают, кому им взывать, если у них есть проблема. И псалмопевец говорит, что когда у этих птенцов ворона есть какая-то проблема, они тоже взывают, но они взывают к своему Творцу. Размышляя об этом слове, я подумал, действительно, этот растительный мир и животный мир, это сотворил Бог, Он есть Творец этого мира. Это есть определенный уровень, который Бог сотворил. И поэтому в сердце Бога есть попечение и забота о том, что Он сотворил. Далее Он говорит, что, а вы люди, вы намного больше и выше этой травы, этих цветов и этих птиц. Размышляя об этом, я подумал, действительно, второй уровень, который Бог сотворил, это человек. Бог сказал, я сотворю человека по образу и подобию своему. И сегодня мы видим, что человек, он размножился по всей земле. И в сердце Бога тоже есть особая любовь к этому миру. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир. Бог любит свое творение. Человек — это творение Божье. Оно стоит намного выше, чем эта трава или птицы. И хотя сегодня мы видим новости, что многие люди на этой земле повернулись к Богу спиной. Многие люди делают преступления и грехи, о которых даже стыдно думать или говорить. Многие люди так унижают и позорят своего Творца. Но, невзирая на это, Бог продолжает любить людей. Он ненавидит грехи, которые делают люди, но Он продолжает любить людей. И Писание говорит, что Он поднимает это солнце над добрыми и злыми и посылает дочь на праведных и неправедных. И хочется сказать, Боже, почему? И ответ очень простой. Потому что Бог, Он благ. Это Его творение Он сотворил. Он любит. Он благ. В Его сердце есть попечение о этих людях. Но, когда я дальше размышлял об этом слове, мое сердце наполнило очень искренне, очень большая радость. У Бога еще есть третий уровень. У Бога еще есть третий уровень. И это самый высокий. Это самый близкий уровень, который находится в Его сердце. Этот уровень, это есть дети Божьи. Это есть народ Божий. Да, Бог любит всех людей, но далеко не с каждым Он вступил в завет. Бог любит всех людей, но далеко не каждый был рожден свыше от Слова Божьего и Духа Святого. Далеко не каждый был рожден в семью Божью. Мы сегодня есть Божий народ. Мы народ Его завета. Мы есть Его дети. Мы есть сыновья и дочеря. А Он есть наш Отец Небесный. Поэтому, когда Иисус говорил им об этой заботе Отца, Он говорит, что Отец ваш Небесный, Он знает, что вы имеете нужду во всем этом. Он как бы подчеркнул, что Он есть ваш Отец Небесный. И поэтому особое попеченье, конечно же, на первом месте в сердце Бога, это есть заботиться о своих сыновьях и детях. Слава Ему и хвала. И мы есть дети Божьи. Иногда дьявол пугает, говорит, ну а как Бог решит твою проблему? Твоя ситуация безвыходная. Что ты будешь делать? Посмотри, все естественные пути перекрыты. То именно там Иисус, Он просто подчеркнул один момент. Да, Он есть ваш Отец Небесный, но Он еще есть Бог Всемогущий. Он говорит, сможете ли вы себе добавить росту на один локоть? Для нас это большое чудо, для нас это невозможно. Но Он говорит, что для вашего Отца Небесного, для Всемогущего Бога, это является малейшим. И когда мы читаем Писание, то это мы видим. Когда естественные пути были перекрыты, чтобы помочь своему народу, то Бог очень свободно, без всяких проблем, двигался сверхъестественным путем и разрешал эти проблемы. Слава Ему и хвала. И я верю, что и в нашей жизни было много раз, когда мы своими глазами видели, когда естественные пути были закрыты, Бог просто двигался сверхъестественным путем и приходил от той стороны, откуда мы даже Его не ожидали. Потому что Он есть Бог сверхъестественный. И, конечно, если Бог не хочет двигаться сверхъестественным путем, Он просто активизирует и приводит в действие естественные пути и решает наши проблемы. И поэтому Он желает, чтобы мы доверялись Ему, как Его дети, как Его творения, как те, которые были и сотворены, и рождены в Божью семью. И далее Он, обращаясь к людям, говорит, Он дает два повеления, которые очень важно исполнить на этой земле. Первое, что Он говорит, ищите прежде всего Царство Божьего, а уже все остальное приложится вам. Другими словами, когда вы будете искать Царство Божье, то вы открываете двери для Божьего благословения, для Божьей силы, для Божьих чудес, для Божьего помазания, для Божьего содействия. Если мы ищем Царство Божье прежде всего, тогда мы всегда держим двери открыты, чтобы Бог пришел и помог нам. Как мы можем искать прежде всего Царствие Божье в нашей жизни? Какими путями мы строим взаимоотношения с этим Царством, чтобы это Царство росло внутри нас? Какими путями мы строим взаимоотношения с этим Небесным Царем, чтобы возрастать в познании Его и приближаться к Нему? И Писание показывает нам эти два пути. Первый путь – это Слово Божье, это изучение Писания. И второй – это наша молитвенная жизнь. Через эти два пути это Царство Божье растет внутри нас. Через эти два пути мы познаем Царя, мы познаем Его волю, и мы приближаемся к Нему. И поэтому, если христианина спросить, а Царство Божье прежде всего на Твоем месте или нет, то мы не ошибемся, если спросим, Библия в Твоем доме на первом месте? Молитвенная жизнь на первом месте в Твоем доме, в Твоей семье? Прежде всего ли Библия в Твоем доме? Прежде всего ли молитвенная жизнь в Твоем доме? Если христианин отвечает «Да, я ставлю свой график или расписание, Но центром моего дня является это всемогущее Слово Божье. Центром моего графика расписания – это молитвенная жизнь. Вот от этого центра я строю мое расписание моего дня. Моя работа, моя семья, все остальное, оно строится от этого ядра. Центром моей жизни является Божье Слово и молитва. Если человек так говорит, то действительно он ищет Царство Божье на первом месте. Оно у него прежде всего. И тогда, когда к такому христианину приходят проблемы, трудности, переживания, то знаете, на молитве, когда он поднимает свои руки, в его сердце есть смелость и дерзновение. Он может сказать, Отец Небесный, Ты свидетель. Да у меня есть падение, да у меня есть согрешение, но я всегда стараюсь приводить свою жизнь в порядок. Боже, Ты свидетель, я стараюсь искать Тебя на первом месте. Боже, Ты обещал восполнить все мои нужды. Ты обещал, что все остальное приложится. Боже, помоги мне. В сердце такого христианина есть дерзновение, смелость и вера. И Господь, Он отвечает за Своё Слово. Он стоит за Своим Словом. И мы свидетели. Бог приходит и прилагает всё на своё место. Слава Ему и хвала. Но бывает проблема. Христианин говорит, у меня нет времени читать Библию, у меня нет времени молиться. А когда посмотришь на его расписание, на его жизнь, то знаете, час или два всегда есть, чтобы провести в интернете, провести за ТВ, провести, может быть, по телефонному разговору. Час или два всегда у человека есть. И тогда задаётся вопрос, а на первом ли месте Бог в его жизни? А на первом ли месте Царство Божие в его жизни? И тогда очевидный ответ. Конечно же нет. На первом месте уже появился идол, который ворует это время, которое принадлежит Богу. И от этих идолов, Писание говорит, что эти идолы, они удаляли народ Божий от Бога. И через эти идолы приходило разрушение в народ Божий. То же самое в некоторых семьях. Именно через этих идолов происходит разрушение духовной жизни. Через этих идолов люди удаляются от Бога. Месяц за месяц, год за годом. И потом человек уже сам не понимает, верит он в Бога или не верит. Потому что так далеко ушёл от него. Но это не вопрос одной недели. Это вопрос определённого времени. И единственный совет таким христианам – просто остановиться, покаяться и попросить Бога, чтобы Бог помог поставить Его Слово, молитвенную жизнь, в центре своей жизни. И тогда придёт восстановление, исцеление и Божье благословение. Слава Ему и хвала! Второе повеление, оно немалозначно. Второе повеление, Бог говорит, не заботься о завтрашнем дне. Потому что довольна для каждого дня своей заботы. Не заботься о завтрашнем дне. И здесь есть, конечно, большая разница. Есть момент, когда человек планирует что-то. Ему нужно поехать в отпуск. Он что-то планирует, где-то откладывает. Может быть, кто-то хочет купить машину. Он где-то планирует, откладывает. Но есть другой момент, когда человек боится завтрашнего дня. Он видит проблемы завтрашнего дня, и оно его начинает разрушать. Оно втаскивает его в депрессию, в состояние стресса, и человек не может спокойно спать. Он просто в страхе, в переживании, в заботе о том, что принесёт ему завтрашний день. Именно об этом здесь Иисус говорит. Не заботься так о завтрашнем дне. Почему Иисус так говорил? Потому что Иисус знал, что мы люди, и мы имеем определённые ограничения. Псалмопевец говорит, Божья милость, она обновляется каждое утро. И вот в этой милости, когда мы просыпаемся, Бог даёт человеку силы, чтобы нести проблемы одного дня. На второй день, на второй день придёт опять Божья милость утром, и она опять принесёт силу, чтобы решать проблемы второго дня. И третьего, и четвёртого, и пятого будет приходить Божья милость, как с народом израильским. Божья манна, она падала каждое утро. Это была Божья благодать. То же самое происходит и в нашей жизни. Каждое утро приходит Божья милость, Божья благодать, чтобы дать нам силы вынести этот день с Его заботами, с Его бременями, с Его переживаниями. Когда я размышлял об этом слове, я подумал, какой бы привести пример. И я подумал, если бы вот эти заботы одного дня, проблемы одного дня просто сравнить с двумя сумками. Одна спортивная сумка на плечо сюда, вторая спортивная сумка сюда, по 5 килограмм каждой, 10 килограмм. Пусть это будет как забота одного дня. И человек утром проснулся, получает Божью милость, благодать, небесную манну. И с утра до вечера он несёт эту обязанность, эти сумки. Когда он приходит к вечеру, он ставит эти сумки, он склоняет свои колена и говорит, Боже, я благодарю Тебя, что Ты помог мне прожить этот день, что Ты помог мне решать эти проблемы. Да, я донёс эти сумки, но, впрочем, это не я, но благодать, которая со мною. Ведь Ты утром дал мне силу, чтобы я нес эти сумки. И это хорошо. Тогда человек может на отлично носить эти сумки. В конце дня он не будет сильно уставшим. Почему? Потому что у него есть сила, которую Бог ему дал утром. А теперь другая картина. Утром христианин просыпается, и он вспоминает, что вчера он подписал какой-то, может быть, документ и сделал ошибку. Где-то он поторопился и сделал какое-то решение, и там уже что-то сделал, что уже не вернуть. Уже это сделано, это случилось. И теперь у него уже нету веры, то, что уже он сделал, может быть, даже неправильно. У него теперь уже нету веры доверить вчерашний день Богу. Он просто берёт этот вчерашний день, вот эти две сумки, и ставит себе на плечи, и ходит в переживаниях. А теперь он начинает думать, а что будет завтра, у него те-те-те проблемы. И он, может быть, не только на один день вперёд смотрит, а, может быть, смотрит ещё дальше. Хотя этого ещё не случилось, не произошло, а он уже это видит. Дьявол рисует картины, у него переживания. Он берёт ещё две сумки с завтрашнего дня себе на плечи. У него уже четыре сумки. А теперь ему ещё нужно этот день прожить. Ему ещё нужно быть мужем для своей жены, или женой для мужа. Ему нужно быть отцом, матерью. Ему нужно ещё идти на работу. У него ещё сегодняшний день, который он должен решать проблемы. И он берёт ещё эти две сумки. И получается, вместо двух сумок, на которые Бог дал ему силу, он взял эти шесть сумок, вчерашнего, завтрашнего, сегодняшнего, и понёс их. Но вся проблема в том, что в конце дня он будет очень уставший, во-первых, эмоционально, потому что Бог дал ему силы только на две сумки. Он будет измученный, он будет уставший, он будет как выжатый лимон. И хорошо, если это один день или два дня. А когда человек живёт так первый день, второй, неделя, месяц, когда человек привыкает уже так жить, это становится образом его мышления. Вот этот груз, он начинает разрушать его. Писание говорит, что Слово Божье, оно может заглушиться вот этими тернами, заботами, переживаниями. Если человек начинает так жить, и стало это как образ его жизни, вот это бремя, на котором у него нету силы, просто нету силы, его разум не может это выдержать, оно начинает разрушать его прежде всего духовно. Потом оно начинает разрушать его душевно, а потом оно будет разрушать его физически. И мы знаем, что врачи говорят, что основная причина болезней это вот эти стрессы, переживания и страхи. Дух, душа и тело. Вопрос, почему? Потому что человек, он обошёл эту заповедь, не заботься о завтрашнем дне, потому что Бог будет заботиться о завтрашнем дне. И довольно или достаточно для каждого дня своей заботы. Я помню, как один проповедник, он вышел на сцену, и он что-то похожее иллюстрировал. Он говорит, посмотрите на чашку. Это как наш разум. Он вытащил чашку прямо на кафедру. И с другой стороны у него был помощник. Он держал эту чашку, а у него, знаете, в сумке там в определённой были куриные яйца. И он начал складывать в эту чашку. И когда он наложил полную эту чашку яйцами, куриными, Дух Божий что-то говорил в моё сердце тоже, когда я смотрел эту передачу. Проповедник говорит, посмотрите, уже достаточно переживаний, достаточно проблем, достаточно мыслей. И я подумал, точно, разум, он ограниченный, так говорит Писание. Он может нести определённый вес, определённую ношу, определённое давление. Мы люди. И когда вот этого было достаточно, я подумал, вот она, вот он один день, и Бог человеку дал силу, чтобы нести тяготы одного дня. Чашка была полная. Но проповедник, он посмотрел и начал ложить сверху. И когда он начал ложить эти яйца, они начали падать на пол, разбиваться, и там каша была. Я подумал, то же самое происходит с человеком. Если мы игнорируем эту заповедь, если мы её обходим, если мы непослушны, но берём вчерашние дни, не хватая силы доверить Богу, хотя уже ничего не исправить, берём в завтрашний день, мы просто перегружаем свой разум. Как компьютер, если перегрузить, он выходит из строя. То же самое происходит и с разумом человека. Как вот эти яйца, просто там получается каша. Разум не в силе. Разум не в силе нести это давление, эти мысли, эту борьбу, которая происходит в разуме. И там происходит, знаете, вот это биение яиц, там каша. Простыми словами, это стресс, это депрессия, это бессонные ночи. Вопрос, почему? Потому что человек, он просто перегрузил свой лимит. Бог говорит, не заботься о завтрашнем дне. Я твой всемогущий Бог. Завтрашний день не в твоей власти, он в моей власти. Отдай его Богу. Живи сегодняшним днём. Неси эти две сумки на пятёрку. Быть христианином. Я тебе дам на эту силу. Придёт завтрашний день, я тебе завтра дам силу. Придёт послезавтрашний день, я тебе дам силу на каждый день. И когда человек так живёт, в сердце он будет переживать мир. К одному проповеднику привезли одного отца семейства. Он, знаете, просто был в таком страхе, в нём не было жизни. Проповедник спрашивает, что случилось с вашим отцом. И тогда отец объяснил, что он устроился в школу. И там он убирался. У него была неплохая зарплата, он купил дом. Зарплаты хватало покрыть эти все билы. И когда были каникулы в школе, его попросили покрасить там один класс. И когда он покрасил этот класс, он неаккуратно нёс ацетон и не увидел, как капли падали. Но на следующий день, когда он пришёл в этот класс, он увидел, что как бы испорчена проблема. Уже всё произошло, это было уже вчера. Теперь это уже ничего не поправить. У него не было ни краски, ничего. Теперь просто он ждал, когда начнётся учебный год, директор придёт, посмотрит, и дьявол начал ему рисовать картину. А вот когда директор придёт и посмотрит, он тебя выгонит с этой работы. Первое, ты потеряешь зарплату. Второе, ты не сможешь платить за дом. Третье, ты останешься на улице. Очень быстро дьявол нарисовал картину. Зачастую дьявол пугает людей ненастоящим днём, потому что мы в нём. Зачастую дьявол пугает прошлым, которые уже не поменять. И 90% в будущем, которого ещё не случилось, но он уже пугает человека. И поэтому он вчерашним и завтрашним днём просто закрыл его в депрессию, в глубокую. И в настоящий день он просто был разрушен. Проповедник пытался объяснить ему, что ты же служишь Богу. Неужели Богу невозможно решить твой вопрос? И где-то было просветление, где-то он просто хватался, как утопающий за этот спасительный круг. Но потом вот эти мысли, вот это давление, оно взяло вверх. Он так и уехал домой. Прошло немного времени, он не смог справиться с этим давлением. Он зашёл в гараж и повесился. И сегодня это не единичный случай, когда дети Божьи, крещённые Духом Святым, своими руками уходят из этой жизни. И проблема номер один. Нету доверия небесному Отцу. Если мы посмотрим на жизнь Иисуса, то мы увидим, что Иисус, Он жил так, как учил. Иисус тоже понимал, что через три с половиной года примерно Ему надо будет пойти на Голговский крест, пройти через Гефсиманию. Ему надо было пройти эти бичевания. Руки будут пробиты, ноги будут пробиты. Он это всё знал, что это будет. И для себя я подумал, Господи, а если бы Он в начале своего служения начал бы об этом заботиться и переживать, смог ли бы Он исполнить свою миссию, смог ли бы Он исполнить своё служение? Лично я думаю, что нет. Там, где переживания, там прекращается доступ присутствия Божьего. Там прекращается доступ присутствия Божьего. Но Иисус, Он имел в сердце Своём мир и покой. И больше того, Писание говорит, Бог помазал Его елеем радости больше всех соучастников Его. Он понимал, что этот день будет. Но идя к этому дню, в своём сердце Он имел мир, радость и покой. Он был наполнен Духом Святым и совершал Божье служение. Почему? Потому что Иисус понимал, да, Он не обойдёт этот день, даже если здесь Он будет переживать. Даже если Он здесь будет бояться, Он всё равно этот день не обойдёт. Ему нужно будет с Ним встретиться. И поэтому Он понимал, что это время Он должен служить на 100%, наполняться Духом Святым. Но когда Он подойдёт к этому дню, Он прекрасно знал, что в тот день, когда Он понуждается в особой благодати, Бог даст Ему двойную порцию муни. Слава Ему и хвала! Так оно и было. Писание говорит, когда подошёл тот день, Он получил эту двойную порцию. Сам Ангел Божий пришёл и укреплял Его. Мы живём в такое время. И Писание говорит, что трудности тоже приближаются к народу Божьему. Но мы должны жить и стараться поступать, как Иисус, который шёл впереди нас и показал пример. Мы должны верить в это, что когда придут эти трудности, когда мы пред ними предстанем, лицом к лицу, в это утро или в этот вечер, когда мы поднимем свои руки и скажем, Боже, пришли трудности и переживания, нам нужна особая благодать, особая сила, особое помазание. Бог сто процентов нам её даст. Слава Ему и хвала! Джон Весли. В своё время он был мужем Божьим. И там было пробуждение в его поколении, где он жил. У него были большие гонения. Его много раз хотели убить. Он был, знаете, разъездным проповедником. И у него был, знаете, такой дневник, где он записывал свою жизнь. И в один день он пишет, «Господи, как мне сегодня хорошо! Сегодня в моём сердце мир, покой, радость. Я переживаю Божье присутствие. У меня есть силы побеждать всякий грех. Господи, как мне хорошо сегодня!» И когда он писал это в дневнике, дьявол тут же подошёл, чтобы похитить вот этот мир, это счастье и эту радость. Как он захотел похитить у него это? Он принёс ему мысли. «Тебе сегодня хорошо, а ты уверен, что твоё состояние будет таким же и завтра!» И он на мгновение, знаете, остановился. И в дневнике он пишет ответ дьяволу, «А о завтрашнем дне Бог запретил мне думать!» То есть он закрыл, он закрыл этот завтрашний день, потому что с этого завтрашнего дня это чёрная рука сомнения. Она хотела похитить радость, счастье настоящего. Он просто доверил этот завтрашний день в руки Бога. И он знал, что если сегодня Бог помогает, завтра он не оставит его. Слава ему и хвала! Я часто говорю, что если дьяволу удастся запугать нас завтрашним днём, то мы никогда не будем иметь полноту радости и счастья в сегодняшнем дне. Поэтому Писание, оно призывает нас, чтобы мы доверили этот завтрашний день Богу. Ведь Писание говорит, завтрашний день не в нашей власти. Для некоторых он даже может и не настать. Этот завтрашний день во власти Господа. И поэтому, тем более, мы должны доверить Ему, конечно же, Богу. И жить, конечно же, настоящей жизнью. Некоторые люди живут прошлым, вспоминая только прошлое. Другие люди живут только в будущем, а жизнь в настоящем просто проходит. Бог же призывает, чтобы мы жили и приносили Ему плод. В своё время, когда Господь открыл мне эту истину, хочу сказать честно, не всегда так получается поступать. Не всегда так легко поступать, как здесь написано. Не всегда это легко. Но лично я в своём сердце сделал решение, Боже, я буду стараться прилагать старания и усилия, чтобы жить так, как здесь написано. И я прошу Бога, дай мне силы. И когда это тяжело, я просто этот стих проповедую себе. Отдай завтрашний день Богу. Придёт время, Бог тебе поможет. Отдай его Богу. И знаете, я просто увидел в своём сердце большие изменения, большие перемены. Насколько легче, насколько проще стало жить на этой земле. Почему? Потому что это слово, оно имеет силу. За этим словом стоит всемогущий Бог. И если мы не только соглашаемся с этим словом своим умом, но стараемся, соглашившись с умом, водворить его в жизнь или жить по этому слову, действовать по этому слову, тогда вот эта сила, которая в этом слове, она будет наполнять наше сердце и будет наполнять миром, покоем, доверием и упованием. И поэтому пусть нас Господь благословит, братья и сёстры, чтобы мы помнили, что первое, Бог заботится о природе, о птицах, о животных. Он благ. Бог заботится о всех людях, хотя они часто огорчают его своим поведением и даже оскорбляют его. Но Бог заботится о всех людях, ибо Он благ. Мы есть Его дети, рождённые в Его семью, сыновья и дочеря. В Божьем сердце есть особое отношение к нам, особая забота к нам, особая. И если мы где-то переживаем, то Иисус говорит, что ваш Отец Небесный, Он знает, что вы имеете нужду во всём этом. И знаете, что Он, как мы сегодня пели Псалом, тысячи звёзд зажигает своей рукой. Он всемогущий Бог. И там, где Ему нужно будет пойти сверхъестественным путём, Он двинется сверхъестественным. Пусть нас сегодня Бог благословит. Если Царствие Божие мы прежде всего не ищем, у нас есть сегодня время просто сказать, Боже, прости, помоги мне привести себя в порядок, чтобы двери были всегда открыты для Божьего благословения, для Божьей силы, для разрешения наших проблем. И последнее, пусть нас Господь благословит, чтобы мы жили по примеру Господа Иисуса Христа, не заботясь о завтрашнем дне. Так жили мужи Божьи, так жил Джон Весли, так жили многие люди. Они понимали, они люди, и завтрашний день не в ихней власти. Они отдавали это Богу и имели в своем сердце мир, который превыше нашего разума, имели в своем сердце радость Святого Духа, имели духовный рост, приносили плоды и уходили с этой земли победителями. Пусть нам в этом всем Господь поможет. Давайте встанем на наши ноги. Занимайте ваши места, братья и сестры. Мы уже заканчиваем наше служение, но у нас есть гости, есть брат, служитель из Аляски, брат Петр, он скажет короткое приветственное слово. Пусть Бог благословит. Приветствую вас, братья и сестры. Еминь.